Здравствуйте, уважаемые садоводы, зрители и подписчики канала «Про цветок». С вами Анастасия Гулис. Наступила зима, и самое время помечтать, пофантазировать и составить планы работы на следующий посадочный сезон. Наверняка у многих из вас возникает такой вопрос, как же озеленить участок, на котором большую часть дня не хватает солнечного света. Следует также осознать, что не существует тенелюбивых растений. Все растения страдают от недостатка солнечного света, поскольку свет солнечный необходим для нормального развития и функционирования. Есть растения, которые теневыносливы в различной степени. Также, для того, чтобы определиться, какие растения мы можем посадить на нашем затененном участке, стоит подумать над тем, какая у вас почва. Наверняка вы не первый год работаете на своем участке и знаете, насколько она у вас плодородна и увлажнена. Самыми удачными для выращивания теневыносливых растений являются плодородные суглинки, реже суписи, которые имеют хорошее достаточное увлажнение. Естественно, при недостатке света, при недостатке влаги, при недостатке питания растений, способных жить в таких условиях, гораздо меньше. Ясно, что основу сада у нас всегда создают очень долговечные растения. И, конечно, к таким растениям относятся кустарники. Они, по сути своей, создают костяк сада и способны радовать нас на протяжении многих лет. И если грамотно подобрать ассортимент таких растений, то иногда вполне достаточно именно кустарников, чтобы озеленить затененный участок. Какие же из кустарников могут подойти нам для выращивания в таких местах? Следует знать, что при размещении лиственных растений под пологом леса, либо в тени, зеленолистные растения всегда будут иметь преимущество. Растения с окрашенной листвой, например, краснолистные, пурпурнолистные формы различные, золотистые формы, либо варигатные, то есть пестролистные формы, они в таких условиях никогда не проявят своей полной декоративности, поскольку недостаток света будет вызывать повышенное образование хлоропластов, это зеленых пигментов, для того, чтобы растение могло себя нормально чувствовать в таких условиях. Единственным исключением могут служить растения с золотистой листвой, которые предпочитают влажные почвы. Как раз они в затененных, но не сильно затененных условиях чувствуют себя лучше и меньше страдают от жары, поскольку очень часто такие растения, как чубушник золотисто-листный, золотисто-листная калина, они при ярком солнечном освещении и жарком лете на листьях у них очень часто образуются выгоревшие такие участки, белые пятна. Это как раз от повреждения солнечным светом, поэтому вот эти растения, их можно будет разместить в небольшом затенении. Очень многие хвойные и вечно зеленые растения тоже неплохо себя чувствуют в тени. Примером такого растения может служить самшит вечно зеленый. Вообще в природных условиях он встречается в горных лесах Крыма и Кавказа, и там он растет как раз под пологом достаточно глухого букового леса. Единственное, что стоит не забывать, что при недостатке влаги чувствовать он себя будет не очень хорошо. То есть ему надо, кроме затенения, достаточно хорошо увлажненную почву. Очень красивые в затененных местах сорта тиса ягодного. Это растение также в природе встречается под пологом леса. Либо само образует такие достаточно темнохвойные леса, которые мы можем наблюдать в Южной Европе, а также на Дальнем Востоке. В более легком затенении, при легкой скользящей тени, хорошо себя чувствуют различные виды кипарисовиков, магония подуболистная. В более южных широтах в таких местах хорошо растут другие виды магонии. Например, магония форчуна или японская. Но в средней полосе, к сожалению, эти виды достаточно плохо себя чувствуют. Также здесь будут неплохо себя чувствовать вечно зеленые рододендроны. Эти растения как раз предпочитают затенение на ярком солнечном свету. В суровую зиму они очень часто страдают, поскольку у них наблюдается зимнее иссушение листьев. Но, естественно, следует грамотно подбирать почву, на которой будут произрастать ваши рододендроны. Ведь всем известно, что эти растения предпочитают кислые почвы с достаточным увлажнением, но не переувлажненные. Листопадные рододендроны предпочитают легкость или скользящую тень. Наиболее устойчивы в таких условиях сорта рододендрона желтого и рододендрона японского. Также здесь можно выращивать рододендрон шельпенбаха. Это видовые растения. Сорта гибридного происхождения чаще всего выращиваются в более освещенных условиях, поскольку для полного раскрытия своего потенциала им необходимо все-таки большее количество света. Тем более эти растения не так страдают от зимнего иссушения. Очень многие красиво цветущие весенние кустарники способны расти в условиях легкого затенения. На мой взгляд, наиболее эффектны такие виды, как вейгелы различных видов и сортов, различные виды форзицы. Они прекрасно переносят легкое затенение. Также неплохо выглядят различные виды и сорта спирей. Например, спирея саржента очень красивая, спирея японская, очень красивая спирея. Спирея вангута, наиболее распространенное в озеленении, она также хорошо переносит легкое затенение. Если ваш участок отличается достаточно хорошими плодородными почвами, то вы можете посадить в условиях затенения небольшого такие виды, которые отличаются большим требованием к питанию, как чубушники, они в тени гораздо лучше развиваются, чем на солнце, калина-бульденеш, различные виды сирени, например, венгерская сирень, сирень-престон, сирень-амурская, они тоже предпочитают легкое затенение и достаточно плодородные, хорошо увлажненные почвы. Также в таких условиях можно выращивать древовидные пионы. Они, конечно, не будут такими компактными, как на хорошо освещенном солнечном месте, но чаще всего в условиях небольшого затенения и на достаточно плодородных почвах они зимуют гораздо лучше, чем на открытом месте. Это объясняется тем, что в зимнее время побеги не нагреваются солнцем, если у вас эти растения зимуют без укрытия, и почки не иссушаются. И таким образом при достаточно мягкой зиме эти растения даже в условиях Белоруссии цветут каждую весну. Но, естественно, сортовые древовидные пионы, которые привитые, все-таки желательно укрывать, поскольку у меня лично в саду растут видовые древовидные пионы, сеянцы, и они хорошо чувствуют себя. В очень сильно затененных местах, где не хватает не только света, но и влаги, и не хватает питания, нас спасут только декоративно-лиственные растения, поскольку ждать хорошего цветения в таких условиях, конечно, не стоит. На мой взгляд, очень хорошо выглядят такие кустарники, которые не часто встречаются в садах, но заслуживают внимания, как Стефанандра танаки и Стефанандра надрезанолисная. Стефанандра надрезанолисная имеет декоративную форму криспа, и это растение способно создавать низкорослые такие коврики и закрывать с собой приствольные круги больших деревьев. Очень красивое растение, рекомендую всем попробовать выращивать его у себя. Если у вас стоит необходимость создать живую изгородь в условиях недостаточного освещения, то прежде всего следует обратить внимание на такие растения, как берючина обыкновенная и кизильник блестящий. Эти растения подойдут для создания живой изгороди в том случае, если на вашем участке достаточно плодородная почва. Если не хватает питания и достаточно сухо на участке, то можно попробовать вырастить живую изгородь, особенно формованную живую изгородь из таких растений, как пузыреплодник калинолисный, а также смородина альпийская. Эти растения более засухоустойчивы и тоже хорошо переносят стрижку. Поскольку тема теневыносливых растений очень обширная, и естественно не у всех есть время смотреть такие длинные выпуски, то, пожалуй, рассмотрением декоративных кустарников мы сегодня ограничимся. Я надеюсь, что моя информация была полезна для вас. Для того, чтобы не пропустить наши дальнейшие выпуски на тему теневых садов, подписывайтесь на наш канал. Буду рада ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!